МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Эфир канала ОТС продолжает информационные итоги дня в студии Екатерина Тихомирова. Поздравствуйте. О самом главном и интересном коротко. Прямо сейчас. Сегодня четверть века исполняется действующей Российской Конституции. В честь праздника торжественное вручение паспортов наиболее продвинутым подросткам и вручение государственных наград самым выдающимся и почтенным новосибирцам. Читайте, завидуйте, я гражданин. В день Конституции десятки юных новосибирцев получили российские паспорта. Работники транспортной компании говорят, что обеспечат идеальные условия для перевозки. Мелани закроет глаза повязкой и уложит оленя на специальную подстилку. Необыкновенное путешествие олененка транзитом через всю Сибирь. Как спасали замерзающее животное и куда теперь отправится Меланья. Выпекали булки, складывали на скамью, сверху садились на него и сидели. Потом встали и если хлеб выпрямится, это хороший хлеб. От поля до прилавка. Как новые сорта пшеницы тестируют селекционеры и как оценить качество хлеба. Российской Конституции главному документу о правах и обязанностях исполнилось 25 лет. Сегодня в честь праздника в Новосибирске торжественно вручали паспорта и государственные награды. Академик Деревянко и его институт археологии и этнографии подарили миру целое человечество. Ученые некогда открыли Денисовского человека. Третий вид сапиенсов после неандертальцев и нас, кроманьонцев. За это и за заслуги в целом Анатолий Пантелеич получает орден Невского. Достаточно сказать, что журнал Science, это один из престижных в мире журналов, по-моему, года 4 тому назад, подводя итоги, назвал вот это открытие наравне с открытием Бизона Хиггса. То есть это два мировых открытия, результатов научных исследований, которые, в общем, очень широко обсуждаются в мире. Член Президиума областного совета ветеранов и в комиссии по наградам, и сам в этот раз получил грамоту президента именно ко дню Конституции. Основной закон должен быть настолько точным и правильным, чтобы к нему не было вот этих периодических претензий. Ах, вот это надо изменить, ах, это надо дополнить, потому что если войти в аппетит, то это получится то же самое, что было с переименованием городов, улиц и площадей. За плечами большинства награждаемых десятилетия плодотворного труда. Вы действительно внесли огромный вклад в развитие экономики, науки, общественных отношений, бюджетных отношений, транспорта, сельского хозяйства, в формировании и нашей мощи экономической, в формировании имиджа авторитета Новосибирской области, Российской Федерации. И также в честь Дня Конституции первые лица области вручали паспорта наиболее передовым подросткам. Все, кто здесь сидит, спортсмены, отличники, активисты. Полина, например, победитель Всероссийской Олимпиады по-русскому, но и этим ее таланты не исчерпываются. Также я участвовала в Всероссийском Олимпиаде по английскому языку, и также буду участвовать в кулинарном проекте по-русски. Полину на торжество провожала вся гимназия. Они были очень рады за меня, потому что это очень редкая возможность, наверное. Не каждому выдается такой шанс. Несколько десятков школьников со всей области получили паспорта в торжественной обстановке. Таким образом, в малом зале обладминистрации побывала и действующая, и будущая элита региона. Алексей Гамзов, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Сбор твердых отходов по-новому. Каким он будет сегодня о механизмах сбора, экономии и экономике, рассказали представители сразу нескольких ведомств. Мой коллега Николай Сальников слушал и запоминал. С генеральной уборки начнется Новый год в Новосибирской области. В регионе заработает схема сбора, транспортировки, хранения и переработки твердых бытовых отходов. Основная миссия проекта – экологическая. Когда мы говорим о переходе Новосибирской области на новое обращение с отходами, мы предполагаем, что как раз именно одним из ближайших ожидаемых результатов это будет, наконец, решение, кардинальное решение проблемы с многочисленными свалками, которые располагаются повсеместно, и особенно на территориях, которые очень востребованы нашими жителями. То есть лесные массивы, водоохранные зоны, территории вблизи садоводческих товарищей. За последние годы в Новосибирской области уже ликвидировали без малого полторы тысячи стихийных свалок. Однако до сих пор насчитывается более 800 несанкционированных мусорных отвалов. По новым правилам, если собственник земли, где находятся очаги загрязнения, не ликвидирует их в течение месяца, это сделает региональный оператор, работу которого придется оплатить землевладельцу. Принято решение, определенное по пунктам временного сбора накопления. Нам предстоит их еще за несколько лет, точнее за три года построить. Порядка 75. Деньги для этого в федеральном бюджете, прежде всего в областном бюджете федеральном заложены. Без этого года это порядка 565 миллионов рублей. Поэтому понятно, что нужно делать, с кем, как. Пункты временного размещения ТБО появятся во всех районах области. Вывозить мусор будут лишь тогда, когда он накопится. При разработке схемы мы отталкивались от того, что помимо вопросов безопасности и надежности, которые должны быть реализованы в схеме, еще очень важной задачей является экономическая составляющая. То есть оптимальное построение маршрутов. Именно оно позволяет снизить давление на тариф. Другими словами, мусоровозы не должны ездить пустыми или полупустыми. А это решается как раз логистической схемой. Каждый мусоровоз оснастят навигационным маячком, чтобы отслеживать маршрут. Платить за транспортировку будут лишь после того, как полигон подтвердит приемку мусора. Сегодня точно известно, новый тариф на вывоз ТБО не превысит 100 рублей с человека в месяц. Николай Сальников, Александр Егоров, Новости ОТС. 18 домов в центре Новосибирска остались без тепла. Отопление горячей воды. С сегодняшнего утра нет. На улицах семьи Шамшины, Державина, Ольги, Жилина и Крылова. Это не авария, ремонт. Пока позволяет погода, нужно подлатать места возможных порывов, сработать на опережение. О состоянии теплотрасс в сюжете Мария Черешневой. Здесь ремонт делают уже в третий раз с начала зимы. Называть его плановым не совсем корректно, скорее предупреждающий. Сейчас работать на магистрали позволяет температура. В противном случае в мороз здесь мог бы произойти серьезный порыв. Затягивать с ремонтом было уже нельзя. Труба старая, дефекты обнаруживаются каждые 10-15 метров. И снова отрезок проезжей части пришлось перекрыть. Подачу тепла в 18 домов, 12 из них жилые, приостановили. Это временное неудобство. И отопление и горячую воду вернут к 10 вечера. И это не единственный подобный пример. Сети изношены с начала холодов зафиксировали свыше 3000 порывов. На то, чтобы привести все и сразу в идеальный порядок, нынешнего тарифа не хватает. Тарифа никогда не хватало. Но наша работа, где-то я уже такое жеглово вспоминал. О преступной стране не количеством воров измеряется, а умением властей их обезвреживать. Ну, примерно вот то же самое. Сибирская генерирующая компания готова не только устранять порывы, но и вкладывать деньги в модернизацию теплосетей. Но не при существующей модели рынка тепла. А в том случае, если Новосибирск перейдет на расчет стоимости теплоснабжения по методу альтернативной котельной, тогда тариф будет расти постепенно, но напрямую скажется на качестве. На этой карте подробный план необходимого ремонта. Красным отмечены те улицы, где реконструкция магистральных сетей нужна в ближайшие 10 лет. Это 141 километр труб. Только на ремонтные работы в следующем году нужен 721 миллион рублей. Мария Черешнева, Александр Егоров, Новости ОТС. К другим темам. Сегодня олениху Миланью, которую водители подобрали на трассе, отправят на лечение в Барнаул. Напомню, дальнобойщики привезли животное на склад, сделали специальную лежанку из сена и оказали первую помощь. А наш корреспондент Анатолий Харитонов узнал о дальнейшей судьбе горе-путешественницы. Стресс у нее уже прошел. К удивленным взглядам и шуму машин самка северного оленя привыкла. Начала ходить по вольеру, есть сено. В воскресенье, когда она попала в город, лежала пластом, отказывалась от пищи. Животное подобрал в Красноярском крае на обочине федеральной трассы дальнобойщик, который ехал из Ачинска в Новосибирск. У нее разбита голова и стернули крови рожки. Было принято решение, быстро-быстро, склады работают круглосуточно. Парни организовали из остатков забора вот такой вот вольер. С утра мы уже купили сено, все необходимые ингредиенты для содержания парнокопытного. Мы тут же организовали еще приезд ветеринара. Осмотрев оленя, врач прописал мазь. Надо обрабатывать рану на голове, иначе загноиться. Показал, как ставить уколы. Теперь дивизионный логист Ирина Елпатевская сама делает парнокопытному инъекции антибиотиков. Сотрудники транспортной компании назвали самку «Меланья» за то, что очень милая. Клиенты организации останавливаются возле вольера, фотографируют животное, пытаются подкармливать. Поэтому рабочие решили закрыть забор досками. В понедельник, когда я пришла на работу, то в загородке уже были конфеты, хлеб. Этого всего нельзя. Да, благо, что животное есть не хотело, испытывало стресс, и поэтому она даже не притронулась. Кроме сена, миланьи, можно соль, березовые и еловые ветви. Олене необходимо обследование, взять кровь на анализ, сделать рентген, УЗИ. И этим уже будут заниматься в центре в городе Барнауле. Потому что у них есть отличное помещение большое под парнокопытных. И неподалеку есть заказник, с которым есть связи. И там можно будет этого оленя выпустить. В столицу Алтайского края животное отправят сегодня ночью. На фуре работники транспортной компании говорят, что обеспечат идеальные условия для перевозки. Миланьи закроют глаза повязкой и уложат оленя на специальную подстилку. В Барнаул она приедет уже завтра утром. Анатолий Харитонов, Сергей Жданов, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. И смотрите далее в нашем выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из чего легче всего стрелять? С воздушки, наверное. Потому что с пистолета есть отдача, а автомат каждый раз нужно перезаряжать. Плюс с ним поработать. С ними как-то интереснее, чем вот с мальчишками типа играть. Уже не маленький как-то. О, опять ты! Пять минут полет, нормально! Я все побегу, Игорь! Покажите меня, проходите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С 13 по 16 декабря в ЦСП «Заря» пройдет чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по спортивному и боевому самбо. Приходи поддержать наших спортсменов. Подробности на www.sambo.nsk.ru Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Новосибирске. Городским предприятиям вновь советуют сократить выбросы. По данным метеорологов, до конца текущей недели в мегаполисе будет небольшой минус днем до 9 мороза. По утрам изморозь дымка при прояснении. На дорогах гололедица общий уровень загрязнения будет повышенным. Испытания на стойкость к болезням и урожайность. Селекционеры, прежде чем предложить новый сорт пшеницы агрария, проверяют культуру. Как поведет себя колос при засушливом лете или, наоборот, затяжных дождях. Последний этап – экзамен в печи. Настоящее дело вкуса и ответственный момент для дегустаторов свежего хлеба. Она автоматически сама отключается. Скатываем шарик. Закрываем и оставляем на 20 минут. После того, как селекционеры вывели и вырастили новые сорта пшеницы, их несут в эту лабораторию. Там трудится всего три человека. В их обязанностях проверить зерно на качество. Например, определяют массу, сравнивая тысячу зерен. Смотрят по разным параметрам – стекловидность и клейковидность. Определенные температуры – 18-20 градусов. И отмываем где-то в течение 25-30 минут. Вот так вот постепенно, постепенно отмываем, пока не получится у нас вот такой вот кусочек уже чистой клейковины. Муку испытывают 70-процентного помола. Она проходит через три сита. Самые верхние – это отруби. Их выкидывают сразу. Потом идут мелкие отруби, крупка и сама мука. Взвешиваем, сколько у нас получилось муки. Допустим, муки у нас получилось из килограмма 500. А мы мелим 70%. Далее мы берем крупку и домалываем на мельнице. Только вот уже на вот этой ее части. И так до тех пор, пока не наберется 700 граммов муки. Еще несколько предварительных испытаний, один из которых – устойчивость теста к механическому производству. И дальше конечный этап – выпечка хлеба. Как определяли качество хлеба, выпекали булки, складывали на скамью, сверху садились на него и сидели. Потом встали. И если хлеб выпрямится, это хороший хлеб. В тесте только дрожжи, вода, соль и немного сахара. Хлеб пекут обязательно двух видов – формовый и подовый. Подобные испытания проводят в течение трех лет. Только тогда можно говорить, что сорт опробирован. Данные направляют обратно селекционерам, и те уже отбраковывают или пускают в оборот. Рута Келлер, Антон Мамаев, Новости ОТС. Молодые учителя Новосибирской области получат единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей. Постановление о поддержке педагогов подписал губернатор Андрей Травников. Деньги предназначены выпускникам педагогических вузов, которые учились очно и подписали трудовой договор с работодателем на три года этим летом. Электронный тир, макеты винтовок и автоматов в Куйбышевском районе открыли Центр военно-патриотического воспитания. Все подробности в сюжете Оксаны Тимошенко. Здесь представлен противогаз, новый противогаз Т-92. Здесь стандартное вооружение, то есть автомат Калашникова, который используется на вооружении российской армии. Изучать воспитанники Центра будут не только военное дело, но и как правильно оказывать первую медицинскую помощь и разбивать лагерь. Все необходимое снаряжение для этого есть. Предмет особой гордости – электронный тир, с помощью которого школьники учатся стрелять. Чтобы выбить 28 очков из 30 возможных, пришлось потрудиться, говорит десятиклассница Ольга Клинк. С чего легче всего стрелять? С воздушки, наверное. Потому что с пистолета есть отдача, а автомат каждый раз нужно перезаряжать. Об открытии Центра военно-патриотического воспитания в первой гимназии мечтали давно. Реализовать мечту помог областной грант в 600 тысяч рублей. Еще 150 добавили районные власти. Мы выиграли этот грант не на пустом месте, потому что гимназия имеет огромный опыт воспитания, гражданственности, патриотизма. Не только на уровне муниципалитета и региона, но даже и Российской Федерации. В день Героев Отечества вахту памяти у мемориала воинской славы несли воспитанники Центра, которых пока чуть больше 30. В скором времени заниматься здесь смогут и ученики других куйбышевских школ. Самое главное – воспитать хорошего, достойного гражданина. И не обязательно. Конечно, у нас есть еще и профориентация, направленность на военное учебное заведение, силовых структур. И сама задача еще и привлекать сюда, конечно, тех, кто стоит на профучете в школе, тоже заниматься с ними воспитанием. Кстати, в самом центре есть парта Героя, которая посвящена выпускнику гимназии Ивану Митрохину. Он погиб в Афганистане, награжден Орденом Красной Звезды. Чтобы заниматься за этой партой, школьники подтянулись в учебе и дисциплине. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. 2019-й для Новосибирской области станет рекордным по количеству фестивалей, гастролей и премьер. Год театра обещает быть насыщенным. Одни из самых важных его задач – это сделать театральное искусство более популярным среди самого широкого спектра людей, включая и молодежь, и детей. В целом сделать театр частью жизни каждого человека, каждого россиянина. Уже в этом году в театральном стиле оформят традиционный ледовый городок на набережной. В марте появится тематический поезд метро с анонсами спектаклей. А в день театра 27 марта новосибирцев ждет премьера постановки «Ночь в метро. Впервые в России». В планах региональные, международные фестивали, обширная гастрольная программа и туры по районам области. Экскурсия в резиденцию Деда Мороза. Сегодня в гости к новогоднему волшебнику приехали школьники из Тогучинского и Машковского районов. Чем детей удивляли хозяева сказочного дома? В сюжете моих коллег. «Дед Мороз! Дед Мороз!» «Здравствуйте, гости дорогие! Здравствуйте, ребятишки озорные!» Чтобы этим мальчишкам и девчонкам добраться до резиденции Деда Мороза в Новосибирске, им пришлось преодолеть больше 100 километров. Из-за праздников в трех сельских школах Тогучинского и Машковского районов пришлось сократить занятия. Но, наверное, ради детских улыбок и веры в новогоднее чудо один раз позволительно. «Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай!» Это социальный эксперимент сотрудников экскурсионного бюро «Ветер перемен» и депутатов Заксобрания области. Подарить праздник детям из отдаленных сел. Проезд, питание, концертная программа – все включено. Здесь в своей резиденции новосибирский Дед Мороз уже подарил подарки детям из Искитима, Берска, Кольцова и Новосибирска. По словам организаторов, очередь расписана до конца января 2019-го. «Новогодняя программа у нас не только усадьба Деда Мороза, но еще есть новогоднее приключение в городе. Это автобусная экскурсия по городу. Там детей встречает Снегурочка. Они там встречаются с персонажем богини Холода Мара, такая была, по преданиям. И также у нас новогодняя экскурсия, тоже сейчас и в этот день, и до конца декабря будет проходить. Это в гости к Хаске». Резиденция Деда Мороза появилась совсем недавно. Усадьба построена из чистого бруса, без единого гвоздя. Здесь настоящая русская печь и комната почты, где любой желающий может оставить письмо с пожеланием. «Ни для кого не секрет, что в 2018 году объявлено десятилетие детства. И оно, конечно, направлено не только на организацию досуга, а и на инфраструктуру для ребятишек. И этим мы занимаемся. На округе устанавливаем детские, спортивные, игровые площадки. И на комфортные условия обучения. Мы все знаем, что на территории Новосибирской области реализуются программы «Школьная кровля». «Школьное окно». Планомерно во всех зданиях заменяются окна и ремонтируются крыши. Это вот как маленькая капелька в общее большое дело. До Нового года остается еще чуть больше двух недель. Учеников каких школ ждет Дедушка Мороз в гости в следующий раз, хранят в строгом секрете. Александр Куршев, Алексей Погодин. Новости ОТС. Продолжаем выпуск. Папа, как поется в песне, может все что угодно. Но быть многодетным отцом непросто, утверждает герой нашего следующего сюжета. Александр Яковлев, житель Болотнинского района, обладатель знака отличия «Отцовская слава». В его семье побывали наши районные корреспонденты. Стол накрывали. У меня у сына пятого дня рождения было. Ну как бы посоветовались с ним, решили, он согласился, что откладем на завтра. И вот двойной праздник сразу отметили. День рождения и награду. Почетную награду «Отцовская слава» Александру вручил глава региона. Дома встречали, подготовились как могли, рассказывает глава семьи Яковлевых. Дочери накрывали на стол, а сын помогал с обедом. В большой семье ссор не бывает. Бытовые хлопоты делят по справедливости. Девочки, пол, посуда. В доме приходится в школу, покушали, отдохнули. Уроки сделали, начинают уборку. Сразу после школы семилетняя Надя и старшая дочь Ульяна садятся за уроки. А потом по своим делам. Надя рисует или играет со своим питомцем, хомяком-хомкой. Они мне нравятся. У Никиты после школы дел побольше. Все-таки ему уже 13. Натаскать сено, покормить кроликов. Живности на подворье много. С раннего детства он помогает отцу по хозяйству. С ним поработать. С ними как-то интереснее, чем с мальтишками поиграть. Уже не маленький как-то. Кроме коров, гусей и кроликов, конь Гарик. Семь лет назад Александр купил его в помощь по хозяйству. Покупали хозяин с канала, что звали его Гарик. Александр воспитывает детей самостоятельно. Провожает в школу, а после разводит продукцию хозяйства по адресам. После обеда все опять вместе. Несколько лет назад случилась трагедия. Вся ответственность за детей теперь только на отце. Для меня сейчас самое главное, что дети, я живу ради них, стараюсь. Они меня заводят, поэтому я такой позитивный, что все успеваю делать. И они, глядя на меня, тоже крутятся. По словам Ульяны, о будущей профессии она пока что не мечтает. А вот Надя определилась, хочет быть учителем. Ирина Шатрова, Андрей Новоселов, Новости ОТС. Может ли молодежный чемпионат мира по хоккею Новосибирск разделить с Омском? Сегодня стало известно, что Федерация хоккея России обратилась с такой просьбой к международной организации. В соседнем регионе идею поддержали. Хотя стадион «Арена Омск» находится в аварийном состоянии. И даже местный «Авангард» вынужден проводить матчи КХЛ в подмосковной Балашихе. А молодежный чемпионат – это федеральные субсидии, за счет которых можно отремонтировать «Арена». Однако в международном календаре спортивных мероприятий площадкой молодежного чемпионата значится только Новосибирск. Тем временем новосибирские каратисты завоевали медали первенства страны. Награды наши спортсмены брали по возрастающей. В первый день серебро и бронза, во второй – золото. В копилке сборной в итоге собралось 12 наград. Наибольшего успеха добились Юрий Каганесян, Александр Гутник и Иван Кемин. По итогам турнира сформируют сборную страны для участия в первенстве Европы. Оно пройдет в начале февраля в Дании. Такой была информационная картина дня 12 декабря. В студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание и до встречи. Теперь новости ОТС не только на телеэкране, но и в интернете. Не успел к началу эфира... ...исправиться от так называемого... ...на улице с каждым днем. Депутаты... Все новости Новосибирской области на сайте вн.ру. Новости Новосибирской области Волшебство о снижении ставки по кредиту в Банке Восточной до 9,9%. Только 12 и 13 декабря. Банк Восточный. 13 декабря по прогнозу Западно-Сибирского метеоагентства в Новосибирске небольшой снег, на дорогах местами гололедное явление. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Влажность 87%. Температура ночью и днем минус 10-12. В последующие двое суток временами слабый снег. Температура воздуха в пятницу и в субботу минус 8-10. На этом о погоде все. С вами была Лидия Молодцова. Берегите себя. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok